всем привет есть у меня вот такая беда я думаю что не только мне будет интересно за ней понаблюдать а это у меня вот такой полинопсис эквестри скуплены 2019 году а это уже моя сверху наклеечка с пометкой interest in leap чтобы я знала какое именно цветение здесь сейчас будет фотография этой прелести а очень очень интересная полосатая губа очень нежный цвет очень удачный экземпляр и я его на самом деле очень люблю и как это у меня бывает именно вот с теми орхидеями которые я очень люблю у меня частенько случаются всякие неприятности так в общем то и здесь потихоньку начал угасать вот и пыталась я ему помочь он застопорился в росте какое-то время сидел без движений выдал деток выдал очень мелких деток две вот это вот которая уже покрупнее и вот эту и все замерло замерли подросли чуть детки замерли детки и растение собственно тоже также сидела замерзшие без движений плохой свет не сильно вам я так смотрю хорошо видно так и посидел он посидел выпустил два новых листа меньше чем предыдущие но все-таки вот потом я уехала на две недели и вот не поверите он бывает в жизни огорчение на у меня эквестерисы все стоят в тепличке все вместе и по приезду я увидела на нем клещей которые уже начали пировать за две недели конечно же адски ничего не случилось но вот именно на нем нет ни на ком из больше из соседей клещи не были обнаружены хотя конечно же все сразу же обработались для профилактики но для меня это было достаточно удивительно и после этого он очень стремительно скинул абсолютно все свои листья я посадила его с добавлением мха чтобы больше влажности поддерживать и решила подожду так и в общем-то очень активно с того момента начали развиваться детки и вот тут вот вот эти две кто смотрел там есть ролики где видно уже этих двух деток в общих роликах я показывала уже эту свою беду и вот кстати только сейчас заметила когда снимаю наведись как третья детка очень маленькая появилась и четвертая так вот эта детка очень хорошо развивается у меня на нее чем-то виды и я решила попробовать добавить мха для дополнительного увлажнения корней так вот и значит сразу скажу никакие гормональные препараты там подобные стимуляторы я не использую я это все брызгаю hb 101 кальций магний витамины и немножко азота не полная далеко не полная доза потому что ну куда ж тут но азот нужен для развития поэтому я не смогла обойти это стороной так и вот появились две большие основные детки на пеньке и вот здесь вот ну и как так неудобно в общем еще две детки вроде как будет вот и разращиваю я этот свой кустик эту пальму опять-таки повторюсь больше всего надежд вот на вот эту детку вот на вот эту и пока порастут так максимально долго а потом будем конечно же их срезать и отсаживать не буду я их оставлять на цветоносе потому что там такая бедося что думаю лучше отсадить их уже отдельно и пол чтобы они росли полноценно вот так вот я надеюсь что вам будет интересен цикл собственно роликов про вот такую вот историю и как это все будет развиваться меня очень радует очень круто пошли новые корешочки так на вот этом дэд нам дэд нам создание так и подмывает пойти найти фонарик и посвятить чтобы камера хорошо уловила вот этих детей кстати 3 так вот более синий оттенок так более теплый ох камера играет как хочет а вот наконец-то поймала вот они детки из пенька вот они растут не буду давать не давала я не буду давать ничего гормонального чтобы ускорить как-то событие или еще что-то не считаю что это есть хорошо давать подобные препараты в моем случае я думаю я обойдусь без него тут все-таки не безвыходное положение так и буду продолжать кормить по схеме которую я прописала для этого чуда она не сильно отличается в принципе от общей схемы по которой я кормлю но тут я решила все таки что я заморочусь отдельно потому что я очень хочу его сохранить вот так вот буду держать вас в курсе кстати больше об этом товарищи будет моей группе в фейсбуке фаленопсис эквестерис фэнс ссылочка в описании есть там я буду также и ролики постить и фото постить и писать что и как я даю надеюсь будет интересно и полезно не только тем кто увлекается эквестерисами но вообще в принципе фаленопсисами также там есть инстаграм и страничка улиточка и в общем-то заходите смотрите пишите подписывайтесь делитесь не стесняйтесь буду рада всем ставьте лайки и всем солнечных дней пышных стен и пока пока